Микс Ньюс. В нашей истории член правления ЛГБТ-организации «Мозаика» и глава движения «Сожители» Каспар Залитес. Здравствуйте, доброе утро, Каспар. Доброе утро. Ну вот, с одной стороны, однополые отношения в Латвии легализованы с 1992 года. До этого это было вообще уголовным наказанием, ну, уголовное наказание даже грозило. И казалось бы, что этот вопрос прав однополых пар обсуждается в обществе, и вроде бы это происходит открыто, но тем не менее, вот по данным ежегодных рейтингов, Латвия занимает последнее место в Евросоюзе по отношению к представителям, вот как принято это называть, нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот почему именно вроде бы в нашей стране такое какое-то, ну, очень такое негативное отношение? То, что я хочу сказать, что мы больше не в последнем месте. У нас Польша намного хуже, да, так что этот год, как сказать, после пяти лет, когда мы были в последнем месте сейчас в Польше, мы очень хорошо видим, что происходит в Польше, не только по вопросам ЛГБТ, но вообще по прав человек. Я думаю, что ситуация в Латвии очень уже изменилась, и по последним данным, которые мы получили от компании СКДС, это более чем 45% жителей Латвии, они просто нейтрально, им нейтральное мнение насчёт ЛГБТ-людей. Так что мы видим, что ситуация очень хорошо меняется, это последняя дата сентября этого года. И я думаю, что в этой ситуации не то, что наше общество, но это уже наши политики, которые очень боятся говорить об этой ситуации, они очень боятся людей, что у них будет другое мнение. И я думаю, что в Латвии ситуация очень хорошо изменилась, но то, что мы в последнем месте, это не мнение общества, это наши законы. Так что мы не можем сказать это только, например, в Европе так происходит, например, в старой Европе. Тут пример, самая лучшая ситуация в Европе по вопросам ЛГБТ – это в Малте. И если мы смотрим, например, там около 60% ситуации в Норвегии, то в Мальте 92%, если мы говорим вообще о правах ЛГБТ. Так что я думаю, общество очень хорошо меняется, и люди видят то, что происходит в мире, они узнавают людей, у которых есть родственники, друзья, люди об этом говорят, в телевидении это говорят. Так что я думаю, только политики, это большинство говорят, что у нас такое очень консервативное общество. Можно ли говорить, что законы тогда Латвии отстают от отношения общества к этой проблеме? Да, законы Латвии очень отстают. Например, если мы говорим вообще о правах однополых пар, регистрировать какие-то отношения, то мы одна из шести стран Евросоюза, где нет никакого регулирования о том, чтобы защищать хоть минимально прав однополых пар. И мы только одна из шести. И то мы видели Урзула Вендерлейен, которая президент Еврокомиссии. И она, это один из приоритетов, в котором она и говорила, что она хотела, чтобы все семьи были семьи во всем Евросоюзе. Так что рано или поздно это придет. Да, но с другой стороны, вот противники говорят, ну как же, это не запрещено. Можно сожительствовать совершенно спокойно. Зачем нужно еще вот этот, ну официальный институт брака, если, в принципе, можно завещать там собственность и, в общем-то, жить, ну как будто бы это семья. Чем отличается такая семья от другой? Да. Вот эти вот, ну самые главные различия, почему вот так настойчиво добиваются, я понимаю, что, ну вот ЛГБТ-сообщество, вот именно признание этого. Сперва мы не говорим насчет брака, потому что брак, однополых брак в Латвии запрещен, не только законов, тоже в Сатверсме. Сатверсме говорят, что брак – это союз мужчины и женщины, но то, что мы говорим на данный момент, это регистрировать свои отношения. Многие противники говорят, что тут можно все сделать, например, у нотариуса. Это невозможно. Не все вопросы можем уладеть у нотариуса, и это очень дорого. Например, последнее, то, что мы видим, чтобы хоть минимальные права могли зарегистрировать у нотариуса, это стоит более чем 300 евро. Но это в то же самое, не все можем, например, переговорить. В том же самое время, и это не только вопрос ЛГБТ, это вопрос всех людей, которые соживают вместе. И, например, если есть наследование, и мы наследуем, например, наше имущество нашему сожителю, и опять, это не только ЛГБТ, но это всем. Человеку, который получает наследие, ему надо будет платить 60 раз больше налога, чем это у, например, мужа или жены. И чтобы понять, сколько это, если мы говорим, например, про квартиру, которая стоит 100 тысяч евро, это будет в налогах 15 тысяч евро. Так что мы уже сразу говорим, что и у кого есть эти 15 тысяч евро. Мы в то же самое время, мы говорим, вот сейчас время ковида, у нас у сожителя нет никаких прав узнать, например, о своем партнере, что происходит в больнице. И не дай бог у кого-то будет в интенсивной терапии, ему звонить, например, в больнице и попросить, какая ситуация у моего любимого или второго. Больница не может вам говорить ничего. И у нас была тоже ситуация, когда одна пара, она гетеросексуальная пара, они 10 лет жили вместе, и второй человек просто ушел 2 месяца, ну, умер 2 месяца до свадьбы. Она не могла даже к нему прийти в морг. Так что это такой вопрос. И, например, то, что мы говорим насчет закона, как мы сейчас на русском языке говорим, это о спутниках жизни, на латушском «Дзейвизбедре». Это есть две части. Одна, которую люди могут зарегистрировать, пойти у нотариуса и очень быстро зарегистрировать свои отношения. И вторая часть, как фактическое сожительство, это в ситуации, когда государство помогает, если что-нибудь ужасное происходит. Там есть пару вещей, которые мы отговорим, например, про больницу, про имущество, и, может быть, и даже про детей. Чтобы в самой худшей ситуации, чтобы люди были защищены. Так что это про это. И опять, это регистрирование не только про однополых пар. Однополых пар, конечно, это одна часть, но это про всех людей. Если говорить еще о каких-то отличиях, которые могут возникать в отношениях однополых и разнополых пар, что еще какие-то, может быть, законы или какие-то нормы, которые мешают нормальной жизни? Единственное, если мы говорим про однополых семей и экзорсексуальных семей, или семей разного пола, так что мы не всегда знаем, какая сексуальная ориентация у людей, отличий никаких. Семья такая же, но вопрос столько, сколько они защищены. Если мы говорим про, например, отличия, если мы говорим от брака и, как сказать, регистрирования контракта о спутниках жизни, то в той ситуации, когда регистрируется, а эта регистрация происходит у нотариуса, регистрация происходит быстро, потому что если мы говорим про брак, там надо ждать месяц, чтобы могли решить этот вопрос. Потом это идет без свидетелей, потому что самый главный свидетель – это нотариус, о спутниках жизни мы не можем поменять нашу фамилию, там нет адопции детей, и это самое главное отличие. Но то, что происходит, например, то, что будет в законе – это защита, например, компенсации, если человек ушел, и он работает в каком-то госинституции. И тут мы видели про ситуацию, которая происходила в трагедии Максима. Мы то же самое видим, что те пары, которые даже в пути брака, они не защищены, если что-нибудь происходит. И тут мы не только говорим о простых семьях, но тут мы говорим про тех семьях, которые защищают нас – полицейские, дипломаты, военные и так далее. И это все будет вносено в законе, чтобы просто мы могли защищать. Хотят люди жениться? Пожалуйста. Не хотят? Тоже помогаем. И мы видим очень многих стран Евросоюза, где тоже есть альтернативы. Есть люди, которые хотят полный пакет, и они идут на брак. Есть люди, которые просто хотят, и они не верят браку. И тоже были ситуации, например, когда у нас люди говорили, мы уже один раз поженились. Ну, и мне как-то эта ситуация, которая происходила, я не чувствую, что это хорошо. Ладно, зарегистрироваю, но только, пожалуйста, не брак. Я не хочу говорить там «да-да» и так далее. И без никаких… То же самое, что будет отличие, нет никаких церемоний. Не могут быть никакие церемонии. Мы, конечно, можем зарегистрировать брак, и там заплатим, не будет никакая церемония. Ну, ни в каком случае, например, у нотариуса не будет никакой церемонии. Ну, вот такие более-менее отличия. Но если сейчас, например, однополая пара, как уже были примеры, например, уезжает в страну Евросоюза, где легализованы однополые браки и регистрирует свой брак, а затем возвращается в Латвию, то что происходит дальше? То есть этот брак не считается… Да, если это два человека, из Латвии, они считаются абсолютно никто друг друга. Как и они уехали, они считаются паром. И, например, в Дании очень много людей, которые поехали в Данию зарегистрироваться, в Дании они считаются парой, зарегистрированная пара. Они приезжают обратно в Латвию, так через час полёт, и они никто. То же самое происходит, если люди, например, женятся с другим человеком Евросоюза. Тут есть один другой вариант, потому что у нас есть очень многие пары, которые женились, например, с человеком, который из третьих стран, как легально говорить. Ну, у нас были ситуации, когда гражданин Латвии женится, например, с американцем, или очень много гражданин России. Если они проживают, например, один год в другой стране Евросоюза, они приезжают в Латвию, в той ситуации в Латвии признаёт этот брак. Даже однополых браков. Потому что это уже был один суд в Евросоюзе, не в суде права человека, а суде в Евросоюзе, и они решили такую ситуацию. Так что есть некоторые случаи, когда Латвии признают однополые браки, но это только происходит, если человек пошенился с гражданием третьих стран. Ну, и если, например, приезжает в Латвию, например, однополая пара из Евросоюза, ну, не знаю, из Германии, условно, или из Дании, то здесь... Они признаются. Признаются. Да, если они граждане, оба гражданина, например, Дании, Германии, Бельгии и так далее, им надо признавать. Если их не признают, тогда они могут жаловаться в суде Евросоюза, и тогда уже принимаются другие санкции. Но тогда получается ведь очень странная, такая немножко шизофреническая ситуация. То есть вот в одних случаях мы признаём этот брак, в других случаях не признаём. И это, ну, как будто бы происходит тогда именно уже дискриминация латвийских, да, граждан. Конечно, да. И я тут просто говорю это. Наши политики ужасно боятся. Не дай бог, что мы признаём кого-то, который... И я думаю, что эта ситуация рано или поздно поменяется. и... И то, что я хочу сказать, в очень многих... Есть люди, которые боятся, что, ну, например, в следующий день, там, не знаю, мир закончится. Но мы это видим и в всех странах. 28 стран, где есть однополые пары, однополые браки полностью. Но то же самое в большинстве стран Евросоюза есть тоже регистрация однополых пар. Когда принимается закон, мир не заканчивается. Это просто мы идём дальше, но мы защищаем некоторые группы, которые не защищены в Латвии. Но есть ещё вот одно любопытное обстоятельство, одна новость, которая недавно появилась, о том, что в фильме о Папе Римском Франциске фраза его о том, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союзах, вот сразу, ну, прошло буквально несколько дней, там, один-два дня, и было специальное заявление, вот это... Ну, состоялась просто премьера фильма «Франческо», для тех, кто, может быть, не в курсе, в рамках римского кинофестиваля. И вот там Папа Римский высказал как бы достаточно очень смелые мысли, но, тем не менее, тут же последовали разъяснения, в частности, вот и балтийских епископов, и, по-моему, там в католической церкви, в конфедерации католических епископов последовали разъяснения, что это было неправильно переведено. Вот ваше отношение, вот здесь получается, ну, есть такая даже фраза в русском языке «Святее Папы Римского», кто-то хочет казаться, ну, то есть, вот ваше... Вы как считаете, это попытка консервативной части католической церкви как бы постараться поставить заслон против этих слов, или это все-таки действительно так и было? То, что я сперва хочу, чтобы мы могли полностью комментировать этот вопрос, я бы хотел увидеть этот фильм сперва. Конечно, то, что мы знаем про Папа Римского Франциска, он всегда был очень открыт, если мы говорим насчет регистрации однополых пар. Он был тоже про это, когда он был архибископом или кардиналом в Аргентине, он даже, он был за регистрирование, он был против однополых браков, но он был за регистрирование. И он, и Папа Римский всегда говорил, кто бы я такой, чтобы я кого-то мог судить. Да, и это одни из слов, которые он защищает всех, которые в мире, потому что он всегда говорит, что он не бог, чтобы кого-то полностью мог судить. То, что мы видим, ответы католической церкви, есть некоторые ответы, и мы же видим тоже изменения. Например, цитата, которые были из латвийской католической церкви, это там и тоже прошло, кто мы такие, кто мы могли бы друг друга судить. Но в то же самое время там, да, есть некоторые, например, слова, которые из испанского языка, которые он использует, да, можно судить с одной стороны и с другой стороны. И тут мы можем делать дискуссии, потому что, если сказать точно так, испанский язык, который мы используем в Европе, отличается от испанского языка, который используется в Латинской Америке. Да, так что, и тут можем говорить, например, опять о мнении. Мы читали в Твиттере мнение коммуникационного консультанта Папа Римского, и он очень хорошо переговорил, что это мнение Франциска и Папа Франциска, и он всегда был открыт для всех групп. Так что мы видим, это изменение происходит даже в католической церкви и даже в католической церкви Латвии. Так что, я думаю, Папа Римский просто показывает не только про людей ЛГБТ, но и про всех людей. И нам очень нравится эта фраза, которую он всегда использует. «Кто я такой, чтобы я мог судить?» Если даже Папа Римский это говорит, ну тогда это вопрос, кто хочет быть намного святой, чем даже Папа Римский. Но мы видим, что очень много людей хотят быть намного святым. Но мы видим, что всё-таки, вот если католическая церковь сейчас более становится либеральна в этом вопросе, всё-таки есть конфессии, которые очень категорично выступают против и достаточно агрессивно, достаточно вспомнить и мусульман, и православных, то есть там очень строго. Вот это, есть ли ещё какие-то, я не знаю, конфессии, вот те конфессии, которые очень резко выступают против однополых пар, вот как вы работаете с этими людьми, тем более, что я думаю, что и на Востоке, и тоже есть достаточно большое количество людей, ну вот именно ЛГБТ-ориентации. Есть очень многие люди, которые, ну мы можем читать и Коран, и Библию, как каждый это читает, читают, но я думаю, у нас есть в обществе ЛГБТ и православные люди, и мусульмане, и есть всяких церковь, есть более открытые, более открытые священники или, как сказать, люди, которые правят этой религией, есть которые намного консервативны. То же самое я бы не сказал, что католическая церковь становится более либеральной, Папа Франциск становится намного либеральной, но есть люди, которые очень консервативны, есть которые очень становятся намного либеральны. Это вопрос, как мы читаем эти тексты, которые там написаны. Да, есть люди, есть какие-то религиозные институции, которые не хотят вестить любовь, но они под религией, они используют религию, чтобы они могли свою ненависть просто посылать у других. И я бы таких людей не считал настолько религиозным, потому что столько ненависти, которые даже мы получили, ну, я не думаю, что это Христос бы говорил, что первое, что нам надо делать, когда мы видим разного человека, который не такой, как нас, его надо сразу убить, да, или мы получили такие письма и так далее. То, что он говорил, это человека надо любить, как своего брата или сестры. Есть ли у каждого у нас есть какие-то грехи, да, и опять говорить, да, есть, которые лучше или есть, которые намного хуже. И я думаю, у всех религий, которые есть в мире, есть намного либеральные люди. То же самое в исламе. Да, если мы опять посмотрим то, что ислам про это говорит, да, есть какие-то части, где есть очень радикальное мнение, но тут больше вам теологи могут про это сказать. Когда читать Библию, то же надо понять в контекст, в котором происходит это. И мы не можем, например, читать Библию пункт по пунктам то, что произошло 2000 лет назад или 3000 лет назад. Мы живём в законах, которые меняются в течение времени, да, так что религия – это одно и очень те законы надо читать по контексту, не то, что мы живём в 2020 году. Скажите, вот есть, если мы говорим действительно о людях, в обществе, вот о том проценте людей, которые, ну вот, относятся к ЛГБТ, тем не менее, ведь далеко не все открыто заявляют об этом, и, ну, очень много есть знаменитых людей и на сцене, и актёров, и музыкантов, и певцов, о которых, ну, как бы все как будто бы знают, ну, да, ну, конечно же, ну, понятно, что, но, тем не менее, очень многие, ну, как бы открыто не заявляют, вот что является причиной, может быть, это страх какого-то осуждения, или что заставляет их оставаться такими скрытыми? Да, это, в большинстве, это страх, потому что, что мы бы, и это не просто сказать другим, что я немножко, ну, своим близким или коллегам, или так далее, что я немножко разный, да, так что у гетеросексуальных людей не надо, как мы говорим, выходить из тени, потому что мы уже понимаем, что есть ситуация, да, когда приведет в дома, там, девушку или парня в первый раз, у них нету никаких проблем, но когда мы говорим, что мы немножко разнее другого, всегда есть такой страх, примут меня или не примут, и этот страх очень нормальный у всех, есть не только про сексуальную ориентацию, вообще, если мы как-то немножко по-другому, это отношение у нас, страх принято или не принято, тоже, если мы говорим про артистов или других известных людей, конечно, люди не хотят, они хотят открыто сказать, кого они любят, чтобы не были какие-то спекуляции, но они, конечно, каждый день не хотят быть официальным геем или лесбиянкой, если мы видим, например, про нашего министра иностранных дел, ну, когда он вышел из тени в 2014 году, был немножко такой, ой, такой страх, что сейчас произойдет, ну, что происходило, он и сейчас есть министр иностранных дел, он был открытым, у нас больше нету никаких спекуляций, например, мы не можем больше сплетничать и так далее, есть или не есть, и он просто открыт, он говорит правду человеку, но есть очень многие люди просто в страхе, они чувствуют, что кто-нибудь их не примет, и это не только говорится про известных людей, это про, есть люди, которые не выходят из тени в течение своей вообще жизни, и есть люди, которые как-то говорят об этом, но не точно говорят, да, и когда он выходит из тени, тогда в семье это говорится, ну, мы уже это все знали, ну, спасибо, что ты сказал, да, но это все равно и есть, просто отношения очень часто не меняются вообще, так что я сам когда вошел из тени в том моменте у меня просто было так не надо больше скрываться, да, и когда мы скрываем все, если у нас есть какая-то вещь, которую мы скрываем, у нас есть такой стресс все время, и когда это просто происходит, у нас есть как камень упадет, да. Но в то же время ведь, наверное, каждый в своей жизни испытывал чувство неловкости, когда, ну, условно говоря, сидя в компании, он может начинать рассказывать анекдот про евреев, и вдруг вот выясняется, что в компании есть еврей, и он чувствует какое-то чувство точно так же, например, когда там собираются мужчины за столом и начинают как бы, начинаются такие соленые шуточки про настоящих мужиков, и вдруг выясняется, ну, потом, или что в компании все-таки есть человек, вот представитель другой ориентации, и это ну, кто-то, наверное, испытывает, ну, как бы, смущение, потому что получается, ну, в какой-то неловкой ситуации, кто-то нет, вот это, как это работает? То есть, вы чувствуете вот это, ну, что должно измениться в обществе, чтобы все-таки вот это, вот этих ситуаций, например, не было? Ну, эти ситуации будут всегда, да, так что, ну, сперва это разговор, это, потому что есть эти шутки и про евреев, и про других людей, про людей ЛГБТ, эти шутки будут всегда, но людям надо просто подумать, как это, например, как это человек принят, и в то же самое время, когда будет намного больше этих шуток или каких-то негативных комментариев, у каждого, я могу сказать, то, что если человек говорит, что у него нету знакомых вообще людей ЛГБТ, ну, я говорю, если мы смотрим в каждое, каждого общества людей ЛГБТ от 8 до 12%, если кто-нибудь мне скажет, что я не знаю никого, тогда это уже вопрос, сколько вам боится которых из людей вам что-то сказать, и насколько люди ЛГБТ чувствуют с вами безопасно, да, если будут такие шутки, какие-то комментарии и так далее, люди просто боятся, они не хотят отвержения другого человека, то же самое мы видим в семьях, когда молодые люди к нам приходят в организацию и говорят, ну, это единственное место, где мы можем чувствовать себя безопасно, потому что сразу, когда и будет какая-то тема в семье, например, в телевидении или в таком, они просто начинают там крыть матом и так далее, я чувствую себя очень некомфортно, я даже боюсь своих родителей, боюсь своих друзей, боюсь братья и сестёр, так что просто нам надо подумать, наши шутки, наши комментарии, они у наших даже могут делать больно нашим близким, даже нам не зная. Но есть всё-таки действительно этот момент, что в семье, наверное, у родителей вот самый большой страх, что вдруг их дети окажутся ну вот ЛГБТ-представительными, почему, может быть, это страх того, что прервётся там связь поколений, то есть они не сможет там, условно говоря, увидеть своих внуков или что-то ещё, потому что есть действительно там родители, которые говорят, что я просто убью своего ребёнка, если я узнаю, что он нетрадиционной ориентации. Вот это... Знаете, если родители вообще говорят, что он хочет убить своего ребёнка и так далее, тогда это уже очень много чего говорят о родителе, так что тут у меня нет вообще комментариев, потому что у нас есть родители, которые, например, в 16 лет, когда молодой человек сказал, что он гей, его просто выгнали из дома и молодой человек два года просто жил у своих друзей и так далее. Не про таких родителей. Есть мнение и это мнение, например, пройдёт у инспекции прав детей. Но сперва что у родителей я хочу сказать, очень многие родители звонят нам, и что я сделал не так. И то, что мы говорим, ничего. Вы ничего не сделали не так, это просто природа такая. Это было всегда. Сколько было время, когда люди были на земле, гомосексуальная ориентация была всегда. И единственное, что вы можете помочь своему ребёнку, это просто не надо ничего другого делать, как просто любить. И делать так, чтобы молодой человек себя мог чувствовать в семье безопасно. и это единственное, что родителю надо делать. Про вопросы еще это про чувство безопасности, что молодому человеку надо было бы делать, и про поколение дальше. Знаете, я думаю, что каждый образованный человек очень хорошо знает, как рождаются дети. И в однополых парах есть дети, мы знаем очень много однополых пар, которые в Латвии, есть дети. Сейчас идёт, даже мы ждём ламом. Я понял, закон незаконно. в соответствии, если происходит дело, например, о паре, паре двоих женщин. Это решение в суде. решение в суде. У однополых пар, где у них есть ребёнок, и происходит суд про то, что там есть вопросы о отваленном отпуске отца. И мы увидим 12 ноября, что об этом скажет суд. Так что мы знаем очень много семей в Латвии, однополых семей, где живёт дети. Они вырастают нормальными членами общества. Какая у них сексуальная ориентация, то мы узнаем, когда человеку будет в большинстве пуберситет и так далее. Так что и все международные исследования, которые происходят от университетов, больших университетов, конечно, есть какие-то люди, которые сами делают какие-то исследования, но все, которые большие университеты в Америке и в Австралии, говорят, что молодой человек вырастает такой же, как и другие. Они бывают, что они немножко более открытые про мир вокруг, но есть такие семьи. Они были и в Советском Союзе, и до этого, и сейчас. Так что люди рождаются, дети рождаются, или их, например, есть адопция или так далее. Это все происходит. И есть и тоже будет, если молодые люди или пары захочут ребенка, тогда и будет дальше поколение. То, что тоже надо понимать, что даже в гетеросексуальных парах у не всех могут быть дети и не все хотят детей. Так что риск такой же происходит, который может быть. Так что я думаю, что тут боиться как-то не надо. У нас просто очень много звонков. 67212 93 9, 67213 93 9. Вот я вас попрошу надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, посмотрите. У нас есть семьи наркоманов, в которых растут дети. У нас есть семьи алкоголиков, в которых растут дети. И наркомания, и алкоголия, и гомосексуальность. Это одна из форм заболеваний. Поэтому мы их ставим... А ваш вопрос в чем? Вот кроме высказанного. А почему мы столько внимания не уделяем семьям наркоманов, а с наркозависимостью и алкозависимостью, а берем только сумма? Ну, в принципе, сама постановка вопроса о том, что это... Я понимаю, что, наверное, это есть какая-то граница. Многие люди готовы принимать, но они отказываются считать это нормой. Может быть, это вот есть та красная линия, которую они не могут пересечь. Они говорят, да, это люди такие есть, но есть люди, мы готовы принять этих людей, но тем не менее это не является нормой. Ну, это то, что есть, может быть, человек, который звонит, Ну, достаточно более грубо сформулировал эту мысль, что есть... Знаете, не первый и не последний раз, так что, ну, гомосексуальность, что самое, люди ЛГБТ, это является нормой, и про это уже говорят международная организация, как, например, международная организация по здравоохранению, и они уже в 90-х годах есть исследования, которые, они говорят, что это никакая болезнь и так далее, потому что это тоже никак не можем вылечить, да, и если посмотрим, например, про семьи, где я не буду говорить про наркоманов и так далее, но если мы посмотрим, например, в семье однополых пар, где растут детей, им надо понимать, что дети очень-очень ожиданные, они запланированы до последнего, когда ребёнок рождается, уже родители знают, в каком универе они будут, да, так что они очень ждали этого ребёнка в своей семье, так что там не в таком, они приоритет этот ребёнок, и там есть любовь тоже этого ребёнка, так что никак не отличать, и я думаю, что те, которые более в наркомании и алкоголике, да, это уже другая вещь, и там есть инспекция по правам ребёнка, которым им надо работать с этой ситуацией, но это ни в какой ситуации такие же люди, как ЛГБТ-семьи. К сожалению, вот время нашего беседы как-то очень быстро пробежало, я напомню, что член правления организации Мозаика и глава движения Дзива с Бедри Каспар Залитес сегодня был в нашей студии, спасибо большое, что пришли, откровенно говорили обо всём, и надеемся, что разговор будет продолжен, всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok